Утилизировать негде, приходится просто выбрасывать. Такой логикой руководствуются некоторые автолюбители, когда решают, что делать с шинами, которые уже отработали свой срок. Как результат, покрышки, лежащие вдоль дороги. Местами они даже висят на деревьях. А между тем, срок их разложения достигает 130 лет. При этом опасные вещества попадают в почву и воздух. Поэтому наиболее сознательные не выбрасывают отслужившие свое запчасти. Изношенные шины складываем около дома и используем как бордюр. Машин много, и поэтому и отходов много. А остальное, естественно, пока складируем. Места точек не знаем, куда их отвезти, чтобы переработать. Потому что выбрасывать жалко, засорять экологию. Масштаб проблемы с годами становится все серьезнее. Ведь за последние 20 лет количество легковых автомобилей выросло втрое. А общий вес выброшенных покрышек исчисляется сотнями тысяч тонн. Складируют их и в сервисах. Некоторые отправляют старые шины на стрелковые полигоны, где им можно найти применение. Но этого мало. И если раньше была возможность переработки отслужившей резины, то теперь ее просто нет. Были раньше предприятия, которыми пользовались резины, то есть вторичные переработки для произведения либо матов для технических помещений, либо бордюров резиновых и так далее. То есть вторично можно было применять резину. Сейчас есть предприятия, которые занимаются переработкой на вторсырье бушных покрышек, непригодных к использованию. Но они, насколько я помню, только крупноформатные, то есть от грузовых автомобилей принимают резину. В других регионах действует организованная система сбора старых покрышек. Количество шинного мусора на обочинах и во дворах свидетельствует, что Пенза тоже созрела для этого.